Накануне в национальном поселке Нельминос побывали прокурор округа Николай Егоров, сенатор Римма Галушина, детский омбудсмен Галина Гуляева, представители региональных органов власти. В рамках рабочей поездки делегация из окружного центра посетила социальные объекты поселка Нельминос и встретилась с населением. Школа, в которой на данный момент обучается 92 ребенка, располагается в трех зданиях 59-го и 81-го годов постройки, а питаются ребята в столовой, в приспособленном для этих целей здании середины 70-х годов. Вопрос строительства нового здания школы волнует жителей поселка особенно остро. Уже не одно поколение школьников ждет современное здание школы. Обратились местные жители к инспектирующим также с проблемами, касающимися условий любительского рыболовства. Кстати, нонсенс, но в школьной столовой поселка, который расположен на берегу реки, дети не получают в рацион рыбу, так как закупить ее, соблюдая все требования закона, невозможно. Нет соответствующих документов и сертификатов. Амбулатория в Нельминосе современная. В новом здании просторные кабинеты и необходимое медицинское оборудование. Правда, врача нет. Здесь работают только медсестры и фельдшер. Работу свою знают. Местное население работников здравоохранения хвалит. Но врача, который мог бы работать здесь на современном оборудовании, которым оснащена поселковая амбулатория, все-таки не хватает. Мы побеседовали с детьми, с педагогами, с медицинскими работниками. Мы выявили еще ряд проблемных вопросов, связанных с медицинским обслуживанием, по которым проведем соответствующие проверки, в том числе связанные с диспансеризацией детей, отсутствием врача и определенных специалистов, которые могли бы здесь работать на оборудовании, которое оснащено амбулаторией. Волнуют жителей поселка и вопрос строительства жилья. Последний дом был построен и сдан в эксплуатацию в 2014 году. На сегодняшний же день в очереди на предоставление жилья стоит 69 семей. Проблем на селе всегда много. Одна из основных – сложная ситуация с трудоустройством. По поселку у нас тоже проблема с безработицей. На сегодняшний день скрыта безработица около 100 человек. Но стараемся трудоустраивать их в город Наринмар. По центру занятости у нас работают на общественных работах по поселку ежегодно. Работчиков мест не хватает. Люди вынуждены выехать в город Наринмар в поисках работы. Многие работают в городе Наринмар. Но на выходные приезжают обратно в свое село, деревню Наринмар. Поселковый этнокультурный центр обосновался в местном физкультурно-оздоровительном центре. Здесь проводят большую работу по сохранению национальных и культурных традиций ненецкого народа. Особенно, что приятно в поселке ведется именно и преподавание. Начиналось с детского сада языка, традиционного языка для вашего поселка. И если эту традицию подхватывает еще и культура, эта связь очень полезная, нужная. И она сохраняет традиции в целом округа нашего. Вы знаете, что сейчас у нас реализуются национальные проекты, в том числе национальный проект культуры, в том числе национальный проект образования. И, конечно же, выделяются огромные федеральные средства для софинансирования. Поэтому хотелось бы, чтобы вот эти средства, конечно, были направлены в первую очередь на такие поселки, которые развиваются, в которых рождаются дети, в которых есть кому учить и кого учить. По итогам поездки все обращения жителей поселка Нельминос взяты прокуратурой округа и органами региональной власти на контроль. Екатерина Дементьева, Вадим Носкин, Телеканал Север.